Всем привет, друзья! Вы на канале Максмен и сегодня у нас видео про то, как наклеить и выбрать защитное стекло на телефон iPhone 12. Кто не в курсе, да, это телефон, это не мой телефон, в общем, я просто сегодня клею на него стекло. В чем прикол? Тут уже было наклеено защитное стекло, но случилось небольшое падение и получается, вот, стекло скололось. Поэтому буду менять и решил снять видос на эту тему. Короче, ссылки на чехол, на стекло, вот эти все ссылки будут в описании под видео, поэтому переходите и внимательно слушайте видео, чтобы понять, какое стекло вам нужно. Чехол этот однозначно рекомендую, он дешевый, стоит примерно баксов 8, но при этом он имеет бортики. Далее у него защита от камеры, кнопочки нажимаются, ну, то есть, сделаны отдельно в чехле, короче, чехол за 8 баксов в огонь. Давайте теперь перейдем к защитным стеклам. В чем прикол? У меня есть две фирмы защитного стекла. Есть Nielkin, модель вот такая, Amazing CP Plus Pro. Снимаю на Pocophone F3, вот, фокус на нем работает просто ужасно, ужасно. Короче, стекло, вот, CP Plus Pro. И есть вот такая модель, Ugreen, именно стекло для iPhone 12 и 12 Pro. Стоит, не помню сколько, ссылки, повторюсь, будут в описании под видео. Сейчас я сразу покажу, давайте, сами стекла, я уже их доставал, вот, это Nielkin, вот, это Ugreen. По факту, вроде бы, внешний вид у Nielkin выглядит более презентабельно, да, там, надписи, все такое, там, тут бренд Nielkin. У Ugreen никакого бренда нет, но важный нюанс. Вот, я делал замеры, смотрите, специально так сделал. Стекло тут находится на подложке, вот, ширина стекла фирмы Ugreen 68,6 мм, а ширина стекла Nielkin получается 67,9, то есть 68, то есть на 0,8 мм, Nielkin уже. И по длине давайте замерим, честно, длину не замерял. Так, длина Nielkin 142,9, фокус на Покафоне работает через раз. И длина стекла Ugreen 143,7, да, на 0,8 мм стекло Ugreen лучше. Что я еще могу сказать, Nielkin у нас имеет чуть-чуть скругленные края, это прикольно, но в то же время у Nielkin у нас рамки намного толще. Я не знаю, визуально покажу, но поверьте мне на слово, вот, сейчас, если вот так вот сделать, фокус, конечно же, может заработать. Вот, на Ugreen, вот Ugreen справа, рамки, именно вот эти черные, визуально видно, что они тоньше. Надеюсь, вам это тоже видно, если не видно, просто поверьте мне на слово. Ugreen у нас, вот я пытался понять, скруглено оно или нет. На ощупь, короче, чувствуется, что оно скруглено, то есть края не острые. Но визуально, если смотреть, кажется, что оно почти не скруглено. Вот так вот. В общем, к чему я пришел, к какому выводу? Я буду клеить стекло Ugreen, потому что оно шире, потому что рамки тоньше, и потому что у Ugreen у нас есть в наборе вот такая специальная штучка. И, наверное, я буду вам советовать стекло от фирмы Ugreen. По олеофобке могу сказать, что, в принципе, разницы нет. Покажу, что в наборе у, давайте, у Nielkin, повторюсь, вот такой комплект у меня, CP Plus Pro. Достаем. У нас в наборе тут такая штучка. У нас есть инструкция, написано, что там, как все делать. Ну, собственно, тут само стекло лежало. И пакетик, в котором находится салфеточка спиртовая и наклеечки. И какой-то QR-код, где будет инструкция. Размеры стекла, конечно же, не написаны. И тут, да, нет. Размеров стекла нет. Короче, бесполезная макулатура. А у Ugreen у нас... Так, тут тоже информации нет. Внутри есть вот такой вот конвертик. И самое главное, вот, это такая штучка. Короче, это ободок, когда ты снимаешь чехол с телефона, одеваешь этот ободок и просто прикладываешь стекло, и оно клеится все идеально. Сейчас это все проверим. Это первый раз я буду клеить таким способом. То есть прикольно, прикольно. И внутри, что у нас тут есть? У нас также есть инструкция. Инструкция у нас на английском только. Ну, то есть русского нет. И характеристик стекла, конечно же, размеров нет. Понятно. И внутри также у нас есть вот пакетик, в котором влажная салфетка, сухая салфетка и стикер для того, чтобы убирать пыль. Давайте, короче, вскроем. Да, вот влажная и стикер. В общем, все. Приступаем. Буду клеить, повторюсь, стекло от фирмы Ugreen. Вот так. Снимаем чехол. Вот айфончик черного цвета. Он выглядит как будто даже такой темно-темно-синий, но на самом деле это черный цвет. Прикольный. Мне нравится, что этот телефон компактный, то есть он в руку так помещается нормально. То есть одной рукой этот телефон прям приятно трогать. И именно прям он такой прям кирпичик монолитный. То есть сборка на уровне, конечно. Ничего не люфтит, все классно сделано. Кнопочки нажимаются. В общем, вот эта коцка. Будем снимать. Хочу понять еще раз, как это все делается. Все, я понял. И сюда просто снимаем, прикладываем стекло, и у нас будет все по красоте. Класс. Так, все. Распаковали. Снимаем старое стекло. Вот у нас трещинка. Обидно, потому что... Стекло тоже покупал хорошее. Ну, это, кстати, стекло какое-то... Или базеус было, или что-то такое. Ну, короче. Оно не скругленное. Оно просто ровненькое было. Без рамок, без ничего. Но при этом стекло хорошее, реально. Нормальное. Так. Берем салфетку. В принципе, экран... Вроде бы чистый, но края нужно протереть, потому что тут собралась пыль на краях. Я сразу протираю сухой салфеткой, потому что стекло было наклеено, я только снял стекло, короче. Не хочу делать лишние движения. Сразу сухой салфеткой по краям, просто по периметру пройдусь, и все. Рамки у айфона, кстати, не очень компактные, как вы видите. Ну, короче. Поэтому, я думаю, разницы особо нет, какие рамки будут на стекле, потому что сам телефон... Ну, я выбрал то, что потоньше, и то, что стекло пошире получается, потому что хочу, чтобы оно было по всему периметру экрана. Тенечко уберу, потому что... Вот так сделаю, потому что пыль от него идет на экран. Далее, одеваем защиту, точнее, этот специальную оправку, это так можно назвать по-инженерному. рамку отдели. Вижу отпечаток. Блин, пыль в комнате вроде вытираешь, но из-за того, что лета, пыль прям сразу же садится. По-хорошему, я много раз клеил стекла на свои Xiaomi телефоны. На iPhone, конечно, клею впервые, но смысл в том, что надо клеить в комнате, где много влаги. То есть, душ, ванная комната, это будет классно. Да, конечно, убрать пыль, это очень сложно. Все. Сейчас я пройдусь еще вот этой штучкой. Это стикеры, которые они оставляют отпечатков, но при этом они могут убрать пыль. Локально. Ну и погнали. Начнем, наверное, сверху. Именно с разъема под камеру и телефон. Не успел даже начать, а уже вижу, что пыль попала под стекло. Так, сейчас будет важный. А, в принципе, тут прикольно, что есть вот этот ободок и стекло это идеально под этот ободок выпадает. Упираем прямо сюда. Так легко я еще никогда не клеил стекло. Вот у нас идет, пристает стекло к экрану, к телефону. Все. Ободок убрал. Все. Вот, чуть-чуть буквально по краям осталось. Выдавливаем этот воздух легким движением. Ой. То есть вот так. Сейчас самый главный нюанс, чтобы стекло... Блин, ну поклеилось прям идеально. Смотрите. Просто четенько. Чтобы стекло не подпирало... Точнее, чехол не подпирало стекло. Так, примеряем. Блин. Так, все. Красота. Это идеальное сочетание. Короче, все. Я буду всем рекомендовать этот чехол. Это стекло Ugreen. Потому что с этой оправкой клеить стекло это просто красота. Очень просто и легко. Самое главное, чтобы убралась пыль у вас в комнате. И в идеале это вообще в комнате, в ванной комнате, на стульчике где-то там легко и просто наклеить. Поэтому всем советую. Сейчас я выдавлю вот эти мелкие пузырьки. А вот чуть-чуть осталось. Ну ничего. Все. Красота. И все. Поэтому, друзья, всем спасибо за просмотр. Если видео было вам полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Повторю, ссылки полезные на эти. Чехол, стекло. На в принципе. На что еще? На другое стекло Базеус. Я оставлю в описании под видео. Если вам нужно, переходите, заказывайте. Я лично могу смело советовать это сочетание, этот чехол и это стекло. Все. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok